Христос воскресе продолжается в пасхальные дни, а вы смотрите программу веры и современности. С вами я, ее ведущая Ирина Звягинцева. Одним из значимых событий в общественной жизни нашего региона стал форум, организованный Союзом Православных Женщин. Его отделение недавно открылось на островах. Жительницы и гости области наметили планы совместной деятельности по разным направлениям. Чем будет заниматься новое православное объединение, расскажем в нашем первом сюжете. Главное – служить людям. Эта мысль красной нитью прошла во всех выступлениях, прозвучавших на столь представительном собрании. Союз Православных Женщин был создан в 2010 году по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Сахалинское отделение международной организации появилось недавно, но уже объединило больше сотни островитянок. Основным направлением нашей деятельности являются защита семьи, защита жизни от зачатия до естественной смерти, просветительская деятельность, духовно-нравственное воспитание, тюремное служение, все, что касается женского служения в церкви. Наталья Дмитриевская общественную работу совмещает с воспитанием пяти детей. Их она взяла с собой на Сахалин. Православная женщина – это прежде всего про семью, про детей, про сохранение традиций и про воспитание, про нормальное, правильное воспитание нашего подрастающего поколения, про помощь супругу и про все те задачи, которые стоят перед нашим обществом. В столичной гости есть чем поделиться с сахалинками, особенно с молодежью. Корнелия Тихомирова пришла в православие 10 лет назад. С той же поры активно занимается волонтерской деятельностью. Несмотря на домашние заботы и воспитание ребенка, молодая мама и в декретном отпуске продолжает участвовать в мероприятиях. Грудная дочь не мешает ей давать интервью. Младшую Тихомирову ничем не разбудишь. С молоком матери закладываются основы духовности. Надо переходить уже на другой этап, уже с взрослыми людьми, с взрослыми, с другими женщинами, с мужчинами взаимодействовать, так сказать, с более старшим поколением и перенимать в них опыт, делиться уже с молодежью. Поэтому от этого форума я жду, во-первых, новых знакомств. Может мне какая-нибудь женщина, мама, допустим, множество детей с многодетной семьей мне что-нибудь подскажет, и мне это очень пригодится. Православные общественницы и представители органов власти работают вместе в сфере благотворительности и просвещения. Правительство Сахалинской области всегда готово к сотрудничеству. Со стороны правительства, заявляя о полной готовности поддержки словом и делом двигаться вместе вперед к нашим благим целям. Говорить об идеалах и традициях помогает и светское издательство «Молодая гвардия». Почти за сотню лет его существования здесь опубликовано большое количество православной литературы. И это, на мой взгляд, очень важный момент. Это интеграция светской литературы в духовную, наоборот. Потому что многие люди приходят к церкви, приходят к Богу, начинают читать светские книги. И вот этот такой вот мостик, который мы стараемся по мере сил с помощью наших авторов перебросить между светской жизнью и жизнью духовной, мне кажется, очень важным, нужным делом. Я сама человек верующий. История островной епархии, которая в этом году исполнилась 30 лет, материал достойной отдельной книги. С докладом по этому поводу выступила Александра Крылова. Для меня, например, было удивительно, что первый приход, который у нас возник еще в 1989 году, был организован по инициативе самих южно-сахалинцев. Это было учредители 21 человек, из них 20 человек были женщины. То есть это движение пошло не сверху, оно пошло изнутри, что для нашего общества, в общем, очень редкое явление. И вот в этом вопросе, как и вообще в жизни, женщины как раз тоже сыграли большую роль. Безусловно, безусловно. Потому что женщины, они хранительницы традиций. По мнению Александры Крыловой, женщины в обществе сохраняют все лучшее, изобретенное мужчинами, новаторами по своей природе. Таким образом, сильный и прекрасный пол гармонично дополняют друг друга. В свою очередь, архиепископ южно-сахалинский Курильский Владыка Никанор отметил, что женщины являются объединяющим началом большой православной семьи. Они – основа каждого прихода из страны. Многие женщины всегда откликались на то, что делала церковь. Это и сестры милосердия, это помощь ненуждающимся, это множество каких-то социальных программ, которые всегда вела церковь. Женщина остается активным членом церкви. И сегодняшнее событие, когда мы открываем региональное отделение Союза православных женщин, я подчеркиваю, что это не религиозная, это общественная организация, когда наши женщины объединились для того, чтобы совместными усилиями участвовать в тех социальных и других программах, которые мы можем реализовать на Сахалине. В итоговой резолюции встречи участницы наметили свою дальнейшую работу. Это поддержка семей бойцов, которые сейчас находятся в зоне спецоперации. Также на форуме было принято решение обратиться к губернатору Сахалинской области с предложением вести во все школы региона учебный курс для старшеклассников «Нравственные основы семейной жизни». По замыслу авторов это позволит школьникам освоить систему базовых семейных ценностей, свойственных отечественной культуре, и подготовит их к созданию крепкой многодетной счастливой семьи. А уже в июле участницы Сахалинского отделения Союза православных женщин примут участие в встрече честных мощей из святого Георгия Победоносца. Святыня по благословению святейшего патриарха Кирилла с мая по сентябрь посетит все регионы страны, в том числе и наш остров. В преддверии дня Жен Мироносецки на концертном зале «Октябрь» областного центра состоялось выступление группы «Ларга» из Краснодара. Артисты уже приезжали на наш остров и теперь пользуются заслуженной любовью сахалинских зрителей. Подробнее об этом событии мы расскажем в нашем следующем сюжете. Перед началом концерта к собравшимся обратился архиепископ Южно-Сахалинский Курильский Никанор. Владыка рассказал об истории праздника, отметил его актуальность в наши дни и поздравил зрителей с праздником Светлой Пасхи и Днем Святых Жен Мироносец. Медалью Южно-Сахалинской Курильской епархии во внимание к усердным трудам были награждены министр культуры и архивного дела Сахалинской области Нонна Лаврик, учитель истории среднеобразовательной школы номер 3 города Южно-Сахалинска Ольга Горховская, ведущая программы «Вера и современность» на телеканале ОТВ «Сахалин» Ирина Звягинцева за активное участие в организации проведения духовно-просветительских и православных патриотических проектов благословенную архиерейскую грамоту вручили регенту хора Кафедрального собора Рождества Христова Любови Тонких и руководителю Сахалинского отделения комитета семей воинов Отечества Екатерине Шарафиевой. В семье священника Алексея и Татьяны Шустиных с большим благоговением отмечает День Святых Жен Мироносец, поэтому Татьяна с удовольствием пришла на концерт, но главное для нее порадовать все кровь, которую она называет мамой. Она любит красивые песни, красивую музыку, и я как раз подумала, что вот это то, что надо для нее, ей точно понравится. Директор Южно-Сахалинского симфонического оркестра и председатель регионального отделения Союза православных женщин Майя Кириллова считает, что Ларга выделяется среди других групп. Артисты сочетают духовность и великолепные голоса. И когда ты слушаешь вот такие песни, таких исполнителей, ты понимаешь, что значит настоящая музыка, настоящий талант и что значит быть православным. Артисты не любят давать интервью перед выходом на сцену, но для нас сделали исключение. Наши зрители говорят, что в нашем творчестве, в творчестве группы Ларга прослеживается божий промысел. Он нас ведет своим путем и позволяет исполнять музыку так, чтобы зритель почувствовал это сердцем и душой. Сахалин – это удивительное место, этот остров, он великолепен, но самое главное, самое дорогое, что здесь мы ценим, это, конечно же, люди. Наши друзья, которые нас встречают, сопровождают, и отец Виктор, и Майя Владимировна. Эти люди, они просто заботятся о нас, как о своих родных и близких членах семьи. Владислав Судаков рассказывает, что православие стало поворотным моментом в жизни. Во церковление помогло открыть новые идеалы и цели в творчестве. Музыка, которая входит в репертуарный план нашего коллектива, это не только духовные канты, но и светская музыка. Но она вся пронизана любовью, поэтому, мне кажется, это вот тот луч, тот вектор движения, который лично каждому из нас и в сумме группе помогает идти своей дорогой. Большие концерты на православный день «Жен Мироносец» проходят на Сахалине с 2003 года. Этот проект стал возможен благодаря поддержке регионального министерства культуры и архивного дела. В 12-й раз в областном центре состоятся сахалинские Кирилл и Мефодиевские чтения. В этом году научно-практическая конференция посвящена 30-летию Южно-Сахалинской Курильской епархии. Мероприятие, организованное региональным правительством, островной епархией и Сахалинским госуниверситетом, пройдет с 23 по 25 мая. Как стать участником конференции, смотрите в нашем следующем сюжете. Цель конференции способствует сохранению и развитию традиций духовного и культурного наследия православия в Сахалинской области. Православие – это важная часть нашей культуры, которая скрепляет нацию и государство в единое целое. Недаром лидер нашей страны Владимир Путин уделяет духовно-нравственным ценностям такое большое значение, отметил Егор Умнов, начальник управления общественных коммуникаций правительства Сахалинской области. В прошлом году президентом Российской Федерации был подписан указ 809-й о государственной политике в отношении укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностях. И, конечно, эти ценности – это являются те ориентиры, которые позволили нашему народу развиваться и добиться таких больших высот и построить самую большую страну в мире. И отдельно в этом указе упоминается роль православия в формировании российских традиционных духовно-нравственных ценностей. Сахалинский государственный университет стоит у истоков проведения Кирилла Мефодиевских чтений на Сахалине. Преподаватели и студенты традиционно активно принимают в них участие. Светское и духовное образование вместе способствуют изучению и укреплению традиционных ценностей и культуры нашей страны. Поэтому университеты и епархии сотрудничают в этом деле. Чтения будут проходить в формате круглых столов и секций. Каждый год в рамках этой конференции проводятся сессии, секции, круглые столы, которые посвящены как раз изучению проблем семейных ценностей, традиций духовной культуры, литературы, психологии, педагогики. В этом году у нас будет рассматриваться проблема духовно-нравственного воспитания молодежи. Как рассказал протоиерей Виктор Горбач, с докладами на чтениях выступят не только сахалинские ученые, но и гости из других регионов. В том числе известный общественный деятель, координатор православного движения 40-40 Андрей Кармухин и преподаватель кафедры теологии Дальневосточного федерального университета иерей Дионисий Гордеев. Замечательно, что есть такая площадка, на которой мы имеем возможность общаться, обмениваться опытом, обмениваться мнениями и делать так, чтобы эти новые наши полученные знания помогали и жителям Сахалинской области, и особенно молодому поколению сохранять традиции, сохранять преемственность поколениям. У нас есть, что сохранять и чем гордиться. Вот только один пример, связанный с Анной, любимой дочерью великого князя Ярослава Мудрого, ставшей в XI веке королевой Франции, которая в то время была отсталась страной. Она превратила ее в сильную державу благодаря высокой культуре и знаниям, которые принесла со своей исторической родины. По преданию, даже при коронации она присягала верности Франции на славянской Библии, которую привезла из Руси с собой. Она вместе со своими подругами переписала экземпляр священного писания, и этот экземпляр сохранился, очень долго хранился. Когда наш император Петр Алексеевич приехал во Францию, то ему показали книгу, написанную якобы на древнефранцузском языке. Когда он открыл, он смог прочитать, потому что она была написана на славянском языке. В мероприятии примут участие работники образования, культуры, науки, представители государственных и общественных организаций. Послушать интересные выступления, задать вопросы может каждый желающий. Для этого нужно связаться с организаторами по телефону, который вы видите на экране. Христос воскресе, дорогие братья и сестры! В эти майские дни мы скоро будем праздновать память святых и равноапостольных просветителей славян Кирилла и Мефодия. Они родом были из Салуни. Отец их, Лев, был другарием при губернаторе, то есть офицером. Они были знатного и богатого рода. Получив хорошее образование, семь их было семьей братьев. Старший Мефодий достиг в воинских должностях высоких чинов, но потом оставив все, постригся монахи. Младший Кирилл сразу принял стезю служения Господу. И проповедь их, миссионерское служение, было по всем близлежащим странам. В 861 году они обретают мощи Климента, Папы Римского, переносят их с торжественностью в Рим. И уже на следующий год послы маравского князя Ростислава в 862 году прибывают в Константинополь с просьбой прислать им епископа и учителя для проповеди Слова Божия. И вот Константинопольский патриарх останавливает свой выбор на двух братьях Мефодия и Кирилля. Там они развернули большую деятельность, создав православную азбуку славянскую, переведя множество книг на славянский язык, составив богослужения на славянском языке. Общие корни, которые положили в свое время Кирилл и Мефодий, объединяют все православные народы. С праздником вас! Это была программа «Вера и современность». Мы готовы к сотрудничеству и ответим на любые ваши вопросы о духовности и православии. Телефон нашей редакции на ваших экранах. Всего доброго, до встречи. Берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова